В столицу Чувашской республики с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России по Приволжскому федеральному округу Михаил Бабич. В Чебоксары вместе с ним приехали члены Общественного совета округа по развитию институтов гражданского общества. На заседании, посвященном этой важной теме, состоялся детальный разговор о том, как развиваются в регионах эти институты, какие испытывают проблемы, что сегодня можно назвать гражданским обществом. Еще одна важная тема 70-летия Великой Победы. Мы будем отмечать эту дату в будущем году. Но уже сегодня важно понять, насколько бережно мы храним военные страницы истории. Не случайно в Чувашском государственном драматическом театре имени Константина Иванова открыли специализированную выставку, на которой была наглядно показана работа поисковых отрядов Чувашии. Ежегодно они выезжают в регионы страны, туда, где шли боевые действия, и ищут останки сражавшихся во время Победы. И не только мы копаем. Вообще задача поискового движения – это вернуть из бытия имя солдата. У нас прекрасно, знаете, 27 миллионов почти человек не вернулось. И такое иногда ощущение, что эта война до сих пор не закончена. Всего в Приволжском федеральном округе 320 поисковых отрядов. В нашем регионе их 5. Работа, которой занимаются поисковики – это работа по велению сердца, по велению души. Ведь в каждой семье были фронтовики. Находки многолетней давности и последних лет – все это экспонаты выставки. У нас есть уникальный сценарий. Это найдено в городе гороскопа «Потоджим». Правда, нашли не ему, нашли московский поисковик. Потом досталось нам. Это из Чебоксар. В 1944 году, 7 ноября, была отправлена на фронт с надписью «Дорогому бойцу сохранить инициалы». Человек, который отправил РМД. Мы и в газетах выступали, и в телевизионах практически найти хозяина. Человек, который отправил подарок. Не нашли? Пока нет. Надежды мы теряем. С ветеранами работали, ветеранами, ректор аппаратного завода. Может, что-то и получится. Есть чему гордиться, есть чему радоваться. Самым интересным экспонатом на сегодняшний момент, я считаю, это то, что у нас был найден картель молотов в 2012 году, который, я уверен, он до сих пор дарит. Мы его пробовали лично в этой бутылке. Мы его специально не стали сюда приводить. Ну, мало ли, вы сами понимаете. Сами понимаете, мало ли чего может быть. Вот. Но это действительно самая такая находка, которую на сегодняшний момент мы можем гордиться. Спустя 70 лет патриотическое воспитание переживает второе рождение. Я буквально только на этой неделе приехал с семинара российского антитаринского общества. Там были четко поставлены задачи. Это вот донесение до широких масс, в первую очередь, до молодежи и значимости нашей победы. Во вторую очередь, попросили усилить работу с борьбой с подсказкой. К сожалению, есть вот такое направление. Ну и, соответственно, 70-летие победы, это не просто должно пройти 9 мая, а оно должно широким образом в течение этого года полностью охватить всю нашу республику, чем мы, в общем-то, сейчас и в данный момент занимаемся. Поддержку поискового движения полпредпрезидента считает одним из общественно значимых проектов округа. В октябре этого года в Кировской области состоялся первый окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Он приурочен к празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кстати, по итогам слета поисковой отряд из Чувашии занял второе место. Разговор о патриотическом воспитании и о том, какую роль в этом процессе должны играть институты гражданского общества, продолжили на заседании общественного совета. Добрый день, уважаемые участники совета. Надеюсь, что, как и мы сейчас с Михаилом Васильевичем, вам удалось посмотреть выставку, которая была организована внизу поисковых отрядов, поискового движения. Я немножко ниже скажу о значимости этой работы. Но на самом деле, конечно, впечатляет энтузиазм людей, такая внутренняя глубокая мотивация собственная, причем как школьников, так уже и состоявшихся взрослых людей. Мы сегодня собрались с вами в новом составе общественного совета. Мы его существенно, как мне представляется, видоизменили по своей структуре, по составу. Надеюсь, что такие изменения структурные и персональные приведут и к содержательному изменению в нашей работе. Мы намеренно не ограничивали практически никого в желании участвовать в работе общественного совета. И в нем сегодня представлены депутаты Государственной Думы, окружные координаторы российских политических партий, представители федеральной и региональной общественной палат, всех субъектов нашего округа, региональные общественные лидеры. И, что очень важно, конечно, нет никакой здесь партийной и еще какой-то провластной принадлежности. То есть мы постарались создать условия для того, чтобы в округе появилась площадка, где можно будет услышать все точки зрения, можно будет услышать различные позиции, можно будет услышать дискуссию, а не монолог, для того, чтобы максимально полно учесть все взгляды, которые сегодня существуют в обществе по самым болевым нашим проблемам, по самым насущным задачам, которые предстоит решать. Об этом вчера очень подробно и глубоко президент Российской Федерации Ван Иванович Путин сказал в послании Федеральному собранию Российской Федерации. Я думаю, что убежден, что все в той или иной степени участвовали. Кто-то был в зале оглашения, послания, кто-то, соответственно, смотрел посредством массовой информации. Но прозвучали ответы и подходы по, сути дела, всем насущным проблемам нашей страны, которые нам предстоит решать в ближайшей и среднесрочной перспективе. Широкий круг участников нашей работы обусловлен в том числе и темой обсуждения, которую мы сегодня предложили в повестку нашей работы. Мы хотели бы сегодня обсудить вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 70-летия Победы Великой Отечественной войны с участием всех, естественно, общественных организаций, волонтеров и поисковых отрядов, которые ведут работу не только на территории Чувашской Республики, не только вот Чувашской Республики. А эта работа сегодня организована по всей стране. Мы буквально чуть больше месяца назад в Урритирове провели такой итоговый, финальный слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа, где провели или подвели итоги работы не только за прошедший год, но и за весь предшествующий период. И самое главное для себя сформировали тот перечень вопросов, которые должны решить органы государственной власти, как федеральные, так и региональные, для того, чтобы всемирно оказать поддержку ребятам, этим молодым людям, которые, в общем-то, совершенно бескорыстно, исходя просто, еще раз повторюсь, из своей внутренней мотивации, из понимания значимости этой работы, проводят ее на территории всей России. Сегодня в международной жизни происходят существенные изменения. Перед нашей страной достаточно остро стоит вопрос о защите своих национальных ценностей и историях. Тема победы, она для нас с вами еще очень серьезно связана с такой, не новой проблемой, но она обострилась в последние годы. Это проблема фальсификации истории. И вы знаете, что сегодня предпринимаются активные попытки, как извне, так и внутри России, и сместить акценты в этой победе, сместить акценты в причинно-следственных связях, в истории Великой Отечественной войны, в последствиях, которые наступили не только для Советского Союза, но и для большинства народов мира. И крайне важно нам, как нации, как стране, которая действительно победила фашизм, которая внесла самый весомый вклад в эту победу, сформировать эти исторические подходы и, ну я скажу так, жестко, цепко, профессионально, объективно эти подходы отстаивать на всех уровнях, как внутри России, так и на международном уровне. В регионах нашего округа разработаны и реализуются комплексы мер, предусматривающие реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины к победе Великой Отечественной войне. На окружном уровне сформирована рабочая группа с участием представителей всех регионов. От каждого региона в рабочую группу вошел соответствующий вице-губернатор. В сентябре текущего года утвержден, мною утвержден окружной сводный план мероприятий по подготовке к проведению 70-х годовщины, он достаточно объемный по различным направлениям деятельности, начиная от вопросов по увековечению памяти, материально-технического, социального обеспечения ветеранов и членов их семей до вопросов, связанных, еще раз повторюсь, противодействием классификации истории и военно-патриотического воспитания молодежи. В настоящее время при подготовке праздничных мероприятий органами государственной власти в округе организована ревизия состояния памятных мест, а в округе таких мы для себя числим порядка 14 400. Проводится работа по паспортизации, определению собственников и балансодержателей, составлению перечня объектов, нуждающихся в ремонте. Ожидаем, что к таким работам могут активно привлекаться школьники и студенческие строительные отряды, шефские организации. По большому счету, эта работа уже организована и я полагаю, что будет набирать соответствующие обороты. По крайней мере, все очень активно и с душой в эту работу включились. Я имею в виду и главы субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, руководители соответствующих организаций, учреждений, ну и сами ребята. Исполнительным органам власти и общественникам необходимо держать это направление под постоянным контролем, сделать все необходимое, чтобы не только в праздничные дни, но и после торжеств памятники выглядели достойно. Второе направление нашей работы – это ориентирование волонтерских организаций на выстраивание системы шефства над ветеранами. Шефство над ветеранами войны может стать основной точкой применения сил добровольцев. В Приволжском округе один из самых больших отрядов волонтеров в совокупности – это почти 400 тысяч человек. Почти 400 тысяч человек, кто задействовал в этой работе, это не какие-то статистические цифры, это реальные люди. Мы провели полную инвентаризацию этих отрядов, этих организаций. И вот 397 тысяч, если быть точным, такая цифра волонтеров, которые сегодня в той или иной степени занимаются этой работой. В регионах округа ведется значительная работа по поддержке патриотического направления, в том числе среди молодежи. При общей координации аппарата полномочного представителя в тесном взаимодействии с главами субъектов федерации реализуются 9 общественно значимых проектов окружного уровня. Я неоднократно о них говорил, просто перечислю, не буду останавливаться. Это и молодежный форум Иволга, спортивно-туристический лагерь Туриада, оборонно-спортивные лагеря Гвардеец, военно-спортивная игра «Зарница по ложе», проект поддержки детских домов и социальной адаптации «Те сирот вернут детство», проект развития окружных кадетских корпусов кадетства, ну и так далее. В каждом проекте, что очень важно, сквозной темой проходит тема патриотизма, воспитания подрастающего поколения. В реализации этих общественных проектов только в текущем году приняли 115 тысяч человек. Это вот та молодежь, которая, собственно, практически участвовала в той или иной степени реализации этих проектов. Я буквально на прошлой неделе собирал попечистский совет фонда. У нас есть такой в округе фонд «Содействие развитию гражданского общества». Ну, по большому счету, это попечители, это наши партнеры, представители социально-ориентированного, социально-ответственного бизнеса, как крупных российских компаний национальных, так и региональных компаний, которые своими ресурсами, своими средствами поддержали реализацию этих проектов. Одна из основных задач у органов власти – это особый контроль состояния жилья и бытовых условий ветеранов. Указом президента от 7 мая 2008 года 714 установлена необходимость обеспечения жильем, нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранов. Вы знаете, что эту задачу пытались решить разные руководители нашего государства, как в Советском Союзе, так и в России. Мы неоднократно к этой теме подступали. Но вот в 2008 году, после соответствующего указа, президента Российской Федерации была развернута по-настоящему масштабная работа, были выделены огромные средства. И я назову цифры. У нас на сегодняшний день в округе с 2008 года обеспечено жильем почти 82 тысячи человек, ветеранов. Причем вы знаете, что мы, собственно говоря, подходили к этому очень либерально, если так можно выразиться, исходя из того, что даже если ветеран уже не может получить это жилье, там недостаточно каких-то оснований или там уже состояние, там, кстати, его здоровья, такое, что состав семьи, которая не соответствует той площади, мы исходили из того, что дать жилье для членов семей, да, то есть это вот, как бы, государство выполнило свою миссию, свою функцию по обеспечению жильем, пусть с большим отставанием по времени, то есть на десятки лет выполнение задачи растянулось, но вот за эти пять лет почти 82 тысячи, так сказать, были жильем обеспечены. И на сегодняшний день нуждаются в улучшении жилищных условий около 5 тысяч человек всего в округе. Вот, это, ну, соотношение цифр понятно, не потому, что их не обеспечили, просто это люди, которые довносят документы и постоянно встают на учет. То есть часть из этих 5 тысяч человек, они встали на учет буквально в текущем году. И сейчас мы, соответственно, проводим необходимую работу по выделению необходимого финансирования для того, чтобы выполнить президентский указ и в 100% объеме всех нуждающихся, кому положено, кстати, обеспечить соответствующим жильем. Ежегодно проводится плановая работа по диспансеризации ветеранов войны. По состоянию на 1 октября из запланированных диспансеризаций 147 тысяч человек, ее прошло 127 тысяч человек, то есть почти 87%. Организован персонифицированный мониторинг оказания медицинской помощи и патронажа на дому, в первую очередь, маломобильным и одиноким ветеранам. Активную роль гражданского общества мы видим по следующим направлениям. Это общественный контроль проводимой работы по социальной поддержке ветеранов войны и тружеников тыла. Особое внимание мы бы просили уделить ветеранам, проживающим в сельской местности. Они, так сказать, удалены от органов государственной власти, от всех тех, так сказать, возможностей и источников, которые доступны людям, которые проживают в крупных городах и муниципальных образованиях. Следующее направление работы – это информационно-пропагандистская деятельность, в том числе в средствах массовой информации, военно-патриотическое воспитание с привлечением общественных, молодежных и ветеранских организаций. Наша задача заключается в том, чтобы ни один ветеран не был забыт и оставлен без внимания со стороны органов власти и общественности. Вот ключевой тезис, если взять весь этот сводный план, он многостраничный, включает в себя не один десяток мероприятий, но красной нитью проходит одна целевая задача. Ни один человек не должен быть забыт, ни один человек не должен быть обойден нашим вниманием, участием и решением его личной насущной проблемы. У каждого, у всех они разные. У кого-то это здоровье, у кого-то это жилье, у кого-то это материальное обеспечение, у кого-то это моральная самореализация, если хотите. И очень много сегодня ветеранов, находясь даже в очень преклонном возрасте, могут и готовы работать с молодежью, могут и готовы проводить военно-патриотическую работу, и мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы эти люди смогли себя таким образом реализовать. И это не для них нужно, это для нас нужно, и для подрастающего поколения. В этой работе значительная роль СМИ, в том числе по объективному освещению истории войны, истории Великой Победы. Широкое обсуждение освещения всех юбилейных мероприятий должно стать общественным событием, затронуть души и сердца людей. Мы думаем над тем, чтобы даже среди СМИ провести соответствующий конкурс, потому что важно ведь не просто освещать это в новостном формате, а важно сделать так, чтобы этот продукт был креативным, чтобы он действительно тронул сердца людей, чтобы он дошел до каждого поколения тех, кто будет эту информацию получать. Потому что нам с вами проще, мы имеем эту живую связь с поколением победителей, а нашим детям, а тем более еще более молодому поколению, конечно, уже значительно сложнее и ухватить, осознать роль и значение этой победы. И роль СМИ здесь, как никогда, очень велика. Без знания истории невозможно строить страну. Известный тезис – легендарное прошлое, средние века, новые и новейшие истории России. Самые драматические и неоднозначные события – все это неотъемлемая часть нашего прошлого. Жизнь народа, наших предков – основа национальной идентичности, культурно-исторического кода. По поводу фальсификации, я уже сказал, все чаще приходится сталкиваться с этими фактами. В нашей стране провокационно пытаются навязать вину за события Второй мировой войны, даже до этого доходят, тем самым создавая базу для предъявления политических, финансовых и территориальных претензий. То есть это не значит, что наши условные партнеры не знают историю. Они ее знают очень хорошо. Но фальсифицируя историю, искажая очевидные факты, они пытаются достичь вполне понятных определенных политических, экономических, территориальных целей. И мы это для себя совершенно очевидно понимаем, и понимаем значение этой работы по противодействию фальсификации очевидных исторических фактов. Несколько слов по Украине. Тут это совершенно, может быть, новая страница в нашей истории, может быть, наиболее чувствительная и болезненная для нас. Понятно, что сейчас там непростая ситуация, противостояние ополчения и украинской армии происходит на фоне официального признания ультра-нацинистических организаций, формирование боевых подразделений, состоящих из людей, носящих свастику на рукаве. Лично меня, это, кстати, человек достаточно глубоко, как мне кажется, знакомый с историей и с текущими событиями. Меня по-человечески удивляет то, что сегодня происходит на Украине, то, что позволяют возрождать нацизм, то, что создают сегодня условия для не просто возрождения, о развитии нацинистических организаций. Почему? Потому что, вот если взять историю Великой Отечественной войны, вы знаете, там цифры разные называются, 26-27 миллионов погибших всего в Великой Отечественной войне советских граждан. Вот из них 14 миллионов, 14 миллионов – это так называемое мирное население. 14 миллионов – мирное население, 12-13 миллионов – это действующая регулярная армия. Так вот, из 14 миллионов мирного населения 4 с лишним миллиона человек – это жители Украины, погибшие. И из 12 миллионов погибших военнослужащих более полутора миллионов – это, опять же, то есть военнослужащие, призванные с Украины. И вот при таких гигантских потерях, лично для меня непонятно, совершенно удивительно, как сегодняшние украинцы, сегодняшние жители Украины могут этим пренебрегать, могут это забыть и могут позволить себе то, что сегодня происходит на Украине в плане расцвета вот этих фашистских организаций, анастетических организаций, возвращения к этим кумирам, которые являлись просто бандитами, фашистскими прихвостнями. Ну, это вот просто для меня, в моем сознании это не укладывается. И здесь, конечно, предстоит очень большая совместная, серьезная работа, каким образом донести факты истории, каким образом переформатировать вот этот подход, это отношение к итогам Великой Отечественной войны и к тому, что нас связывала не только Великой Отечественной войне, а и до, и после, но вот там, где как бы есть очевидные цифры, очевидные факты, тут совершенно странно, что сегодня это недопонимается, недооценивается, и вот происходит то, что мы с вами наблюдаем. Очень важен в сегодняшних условиях диалог органов власти и общественных лидеров, когда в нашем обществе идет серьезная переоценка некоторых мировоззренческих установок. Именно с этой целью мы с вами переформатировали наш общественный совет для того, чтобы именно такое эффективное взаимодействие установить и создать площадку, на которой мы сможем, я уже сказал об этом, обсудить все самые болевые точки в нашем развитии, в наших сегодняшних планах и задачах. Вы знаете, что правозащитные организации очень серьезно критиковали органы власти за введение, по их мнению, избыточных репрессивных защитных механизмов в отношении деятельности иностранных организаций на территории России, ограничение контроля российских СМИ со стороны иностранных структур, введение нового порядка проведения публичных протестных мероприятий. Ряд общественных деятелей считали, что наши западные партнеры всегда будут на стороне демократии и не станут содействовать антидемократическим переворотам, в том числе в государствах соседей России. Для наших государственных органов в значительной мере тоже стала неожиданностью готовность западных партнеров преследовать свои цели опираться на радикальные экстремистские группировки. Но об этом Владимир Владимирович вчера очень подробно и очень точно сказал, что мы долгие годы находились в плену. Если не иллюзий, но, по крайней мере, мы надеялись на то, что те цели, которые декларируются нашими, еще раз повторю, партнерами, в кавычках бы называл, они искренние, что они действительно нацелены на наши взаимовыгодное сотрудничество и развитие, ну, практика показала, что это далеко и не всегда так, как минимум. Вот. И то, что мы сегодня с вами видим, там, и попытки, так сказать, ввести экономические санкции, которые, безусловно, так сказать, замешаны все на политической основе и имеют только одну задачу – ослабление России как государства, ослабление России как конкурента мировой политики, мировой экономики. Вот это все давно пройденные в истории вещи, мы с вами хорошо знаем и понимаем, как все это происходило раньше, ничего нового не происходит по большому счету и сейчас, но хорошо, что у нас наступает такое прозрение, и очень важно, чтобы, опять же, в рамках нашей совместной работы мы находили адекватные ответы, хотя та критика, которая звучит, она зачастую имеет под собой основания, к этому тоже надо относиться спокойно и объективно, разбираться вот в рамках такого диалога и принимать необходимые меры и решения. И, как говорится, здесь никакой панацеи или каких-то таких очевидных решений с одной или с другой стороны их просто нет. Все решается в диалоге, все решается в анализе, все решается на основе профессиональной объективной оценки происходящих процессов и понимания прогнозирования нашего будущего. Одной из составных частей патриотического воспитания является сохранение русского языка и культуры. Тоже об этом сегодня много говорится. По мнению экспертов, в результате упрощения и искажения русский язык становится более примитивным, лишается духовной основы, нравственной глубины, выхолачивается речь и мышление и, как следствие, поведения людей. Все это ведет к непониманию не только между поколениями, но и разобщенности среди различных групп населения. Идет тихое завоевание культурного языкового пространства. Иностранные фильмы, программы, чрезмерные языковые заимствования так или иначе формируют поколения людей, отвергающих традиционные нравственные, культурные, духовные ценности России. Так происходит по всему миру. В наших силах не просто ограничить, в наших силах создать все необходимые условия, чтобы эти культурные манипуляции, в том числе при помощи сохранения русского языка, при пересечении манипуляции при помощи сохранения русского языка, которые являются одной из основ государства, бережно к нему обращение, повышение его статуса среди людей любого возраста, образования, достатка и социального статуса. Русский язык является не только языком межнационального общения, но и прочной скрепой постсоветского пространства СНГ, отражает его культурно-историческую целостность, объединяет все части России, говорящие более чем на 130 языках и обеспечивает реализацию прав граждан стран СНГ в любой точке бывшего Советского Союза. Вот это очень важная миссия русского языка. Они не должны забывать, и помимо того, что это язык межнационального культурного общения, это действительно вот та скрепа, которая сегодня соединяет все народы, которые живут на территории постсоветского пространства, а многие живут уже, так называемым, дальним зарубежем, но являются единым целым того понятия, которое называется русский мир. В подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы, принимают участие предприятия разных форм собственности, общественные организации, творческие коллективы, граждане. В связи с этим органы государственной власти и местного самоправления они сориентированы на то, чтобы предусмотреть меры материального и морального поощрения за бескорыстное добровольное участие в мероприятиях, посвященных юбилею Победы. Тоже мы этих людей не должны забывать, и с вашей помощью, в том числе, по вашим представлениям, готовы их поощрять и всячески содействовать тому, чтобы, да, они это делают на бескорыстной основе, но те знаки внимания, которые органы власти могут оказать, их нужно оказывать, для того, чтобы люди понимали, насколько важную и значимую миссию они выполняют в интересах всей России. Нам предстоит еще очень многое сделать. Главное, нужно понимать, что работа с ветеранами не должна закончиться 10 мая. Она должна вестись постоянно и стать основой комплексной работы по повышению морально-нравственного и патриотического воспитания наших граждан, особенно российской молодежи. Еще одна очень важная мысль, я хотел бы до вас донести, поделиться. Чем больше проходит времени с момента победы и распада Советского Союза, тем значимее для нас победа как единый стержень нашей общей истории опять же для постсоветского пространства. К сожалению, сегодня история Великой Отечественной войны, ее последствия, самое главное выковечивание памяти, в полном объеме реализуется далеко не во всех странах СНГ, вы это знаете. Да, и вот я уже приводил пример Украины, казалось бы, там, где уж это должно быть как важнейшим элементом воспитания, важнейшим элементом истории, даже там, так сказать, сегодня подходы выхолощиваются. Так вот, Великая Победа является лучшим доказательством того, что народы СНГ всегда были единой семьей, и только будучи вместе, они достигли этой победы над фашизмом, которая в дальнейшем обеспечила их целостность и суверенитет. Если взять исторические какие-то моменты нашей общей истории Советского Союза, посмотреть постсоветское пространство СНГ и сказать, ну, что является сегодня вот такими сплачивающими, цементирующими историческими фактами, да, конечно, кстати, Великая Отечественная война, победа в этой войне стоит совершенно в особом порядке, и мы понимаем значение вот, правильной интерпретации всего того, что происходило, и уроков, и выводов, которые нужно сделать и из этой войны, и из этой победы. Сегодняшний разговор мы продолжим 19 декабря с главами субъектов Российской Федерации, когда будем проводить Совет Округа, вот, и соответствующие совещания оперативные проведем, и там конкретизируем все те вопросы и те задачи, которые у нас возникнут в рамках сегодняшнего диалога, поэтому я просил бы сегодня высказываться откровенно, поделиться своими подходами, своим отношением, своей информацией, для того, чтобы мы ничего не упустили, ничего не потеряли, и, соответственно, тот потенциал, который накоплен в организациях, которые представляете, в коллективах, которые за вами стоят, был максимально полно реализован для выполнения этой задачи. Спасибо всем за то, что нашли сегодня время и возможность здесь собраться, думаю, что мы сумеем достичь тех целей, которые перед собой ставим, проводя этот Совет, ну и в дальнейшем Совет, еще раз повторю, надеюсь, что станет действительно такой площадкой для обсуждения самых значимых, самых чувствительных, самых насущных проблем, и я, с своей стороны, вам гарантирую, что все, что здесь будет говориться, все, что будет обсуждаться, все это будет приниматься и восприниматься для дальнейшей реализации. Понятно, что, еще раз говорю, истины в одной инстанции, как говорится, не бывает, но вот в рамках диалога мы эту истину с вами должны будем найти и потом ее практически реализовать в какие-то конкретные наши действия. Сейчас слово предоставляю главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву и потом приступим к нашей работе в соответствии с повесткой. Пожалуйста. Спасибо. Глубоко уважаемый Михаил Викторович, уважаемые коллеги, я рад отнимение всех жителей нашей республики приветствовать вас на Чувашской земле. Развитие институтов гражданского общества является одним из основных направлений строительства демократического правового государства. Вовлеченность широких слоев населения в государственное и муниципальное управление консолидирует общество, способствует развитию социального партнерства, поддержанию межнационального согласия. Поэтому на территории Чувашской республики данному вопросу уделялось, уделяется и будет уделяться значимое внимание. Мы все прекрасно понимаем, что государство может быть сильным и демократическим только в том случае, когда сильная власть уравновешивается с сильным и развитым гражданским обществом. Для улучшения взаимодействия государственной власти и гражданского общества усиления общественного контроля над деятельностью органов власти сформировано, как и в других регионах в Российской Федерации, общественная палата Чувашской республики. Эффективно работают институты уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей. Общественные некоммерческие организации ставят соответствующие предложения перед органами власти и эти сигналы находят всегда отклик. Но все мы понимаем, в реальной жизни все предложения, все отклики не можем разрешить, но наша задача максимально эти вопросы рассматривать и давать соответствующие ответы. Кроме того, во всех органах исполненной власти и муниципальных органах власти существуют общественные советы. При их создании планировалось, что они станут публичной площадкой для общественного обсуждения проектов, принимаемых нормативных актов, помогут максимально приблизить работу чиновников к непосредственным нуждам жителей республики. В большей степени эта задача сегодня ими выполняется, обетами соответствующие оценки общественных организаций и доверия самих жителей по территории. В работе членов общественных советов все меньше формализма, преодолевается и существовавшая поначалу робость перед обладателями высоких должностей. Сегодня органы власти республики открыты для диалога с политическими партиями, общественными организациями и представителями всех средств массовой информации. Действует комиссия по внедрению принципов и механизмов системы открытой правительства деятельности органов власти. Заседание кабинета министров транслируется практически прямом эфире сети интернет. В соответствии с многочисленными обращениями жителей республики официальный портал органов власти уже не первый год работает на русском и чувашском языках. для сведения гостей скажу, у нас в Конституции Чувашской Республики предписано два государственных языка чувашский и русский. То, что сейчас Михаил Викторович сказал, на самом деле русская культура, национальная культура, уклад жизни разных национальностей всегда давали соответствующую созидательную силу, духовную силу, нравственную силу побеждать все эти трудности, которые возникают в реальной жизни. И мы будем эту работу эффективно делать. Для повышения прозрачности и публичности работы органов власти создан портал «Открытый бюджет», портал ЖКХ Чувашии, геоинформационный портал, портал нормативно-правовых актов Чувашской Республики, портал открытых данных, культурный провайдер Чувашии, медицинского и образовательного порталов. К чему я это говорю? К тому, что люди, которые сегодня научились и учатся пользоваться информационными технологиями, им не надо все это в доступной открытой форме. Хочу отметить, что в Республике зарегистрировано всего более 1300 некоммерческих организаций. Понятно, не все они работают эффективно. Мы здесь мониторим, отслеживаем, встречаемся на разных площадках и здесь определенная инвентаризация будет дальше продолжена. По решению президента Российской Федерации ежегодно сейчас мы федеральные средства получаем. Могу сказать, за последние буквально три года выделено было всего 43 миллиона рублей, в том числе федеральных средств 32 миллиона рублей и через конкурсы наши некоммерческие организации получают определенные финансовые средства. Кроме этого, на уровне органов местного самоуправления мы предоставляем им соответствующие льготы по имущественным и информационным отношениям. Понятно, надо нам совершенствоваться должностным лицам органов власти тоже нужно меняться. На сегодняшний день я как глава республики больших проблем не вижу. Хочу просто доложить перед вами 128 национальностей на территории Чувожской республики живут в мире и согласии, 8 этнических групп тоже живут в мире и согласии. Республика с одной стороны православная, но с другой стороны все конфессии и мусульмане и другие верующие имеют соответствующие дворцы для того, чтобы человек мог сходить, помолиться, разгрузиться в психологическом плане и вот культура духовно-нравственной силы, чтобы поднималась и у нашей молодежи. Могу сказать, ключевым для нас является этот человек, вообще человеческие ценности, вообще семейные ценности и когда в обществе в семье есть вера, надежда и любовь, конечно, и демографическая ситуация улучшается, могу тоже для сведения довести, четвертый год подряд демографическая ситуация у нас улучшается и в Российской Федерации улучшается и наша задача человеческие ресурсы дальше, конечно, развивать с учетом того, что на сегодняшний день умы инвестиций в человека должны давать новый продукт товара для того, чтобы люди имели высокооплачиваемые рабочие места от производительности труда, конечно, этим мы тоже работаем, есть плюсы, есть сильные стороны, но есть, конечно, недоработки, это мы знаем, мы открыто в этом признаемся. И дальнейшая перспектива практически наша тоже есть, мы озадачиваем прежде всего и общественные организации, и всех жителей, чтобы вели здоровый образ жизни, занимались практически физической культурой и спортом, и могу сказать, Михаил Викторович у нас участвовал, 9-10 октября проводили мы международный спортивный форум России, спортивная держава, много было гостей, но с учетом предъявляемых международных санкций, хочу сказать, руководители семьи международных федераций по разным видам спорта, когда они посмотрели, но может быть не для средств массовой информации скажу, они сказали, мы почувствовали, что российский народ, чувашский народ праздновал Рождество на Волге, это очень здорово, это значимо для нас, они, видя все это дело, отмечают, что насколько российский народ сильный регионами, его народом, и практически вот эта созидательная сила должна давать другие дополнительные импульсы. И свое короткое выступление я хочу завершить заветами нашего великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который говорил, верьте в Россию, любите ее, и она будет матерью. Все задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы, безусловно, будем выполнять. Благодарю за внимание. Михаил Васильевич, спасибо. Коллеги, тогда предлагаю приступить к нашей работе первое выступление у нас Николаева Николая Станиславовича, главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Викторович, Михаил Васильевич, уважаемые коллеги, как в капле воды отражается весь мировой океан, так и в наших детях, школах, учреждениях профессионального образования и в обществе в целом отражена современная Россия со всеми ее достижениями и проблемами. Тема сегодняшнего обсуждения очень важна и современа. Хочу отметить, что никогда актуальный социальный заказ государства на воспитание человека креативного, конкурентоспособного, образованного, нравственного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, выбора, обладающего чувством ответственности за судьбу своей семьи и страны. Нами проведен блиц-опрос населения, мнение жителей о праздновании 70-летия победы Великой Отечественной войны. Для молодежи этот опрос проходил посредством интернета. В вопросе о мероприятиях, кроме праздничных, которым было уделено достаточно большое внимание, мы спрашивали, на что необходимо обратить внимание. И ответы представлены на слайды, вы видите, что большинство людей ответили, что участие молодежи в работе по оказанию помощи ветеранам, помощи ветеранам на дому. Более 30% респондентов ответили, что молодежи необходимо чаще включаться в поисковые работы и установление личности погибших солдат. Также были выделены такие мероприятия, как участие в патриотических акциях, необходимость надомного оздоровления и обследования ветеранов. Для жителей более старшего возраста, до 60 лет, была отмечена необходимость благоустройства захоронений, реставрации памятников и обелисков. Наши граждане старшего пожилого поколения, это люди, как правило, старше 65-70 лет, одним из важных пунктов отметили надомное обследование и проведение оздоровительных процедур. В патриотическом воспитании молодежи пожилые люди отметили необходимость вовлечения подрастающего поколения в работу показания помощи ветеранам в военно-мемориальной работе, название улиц в честь героев войны, установление памятников и мемориальных досок. В ходе опроса респондентами были заданы также вопросы о значимости Великой Отечественной войны. И здесь около 10% анкетируемых знают о основных событиях в ходе сражения в фигурах войны. Основная доля, которая хорошо знают эти мероприятия, конечно же, это люди более старшего поколения, как правило, старше 45 лет. Точные даты начала и окончания войны, день, месяц, год, назвали люди, как я уже сказал, старшего поколения, основная доля молодежи, назвала лишь годы Великой Отечественной войны. И более 90% опрошенных считают, что с каждым поколением события стираются из памяти, при этом все анкетируемы ответят, что необходимо сохранять героизм советского народа и события войны в сознании потомков. В ходе сегодняшней дискуссии наша основная задача понять, на каких же принципах должно воспитываться подрастающее поколение и какова роль государства и общественных организаций в этом деле. Российскому образованию всегда была присуща духовность. Сегодня в образовательных организациях мы изучаем историю и культуру и религии, ставим вопросы о духовно-нравственном возрождении, пытаемся сделать завтрашний день лучше вчерашнего, формируем единый учебник истории. В настоящее время нужно найти возможность использовать лучшие традиции воспитания, используя современные инновационные подходы. Приближается особая и священная дата в нашей истории 70-летия Великой Победы. И современная реальность такова, что патриотизм должен формироваться изнутри, как общественная общенациональная идея. Должны быть факторы, объединяющие всех, людей самых разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. А для этого сегодня нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит опирающиеся на общественную инициативу, на деятельность молодежных организаций и других подобных структур. На разном патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. И на конкретных фактах из жизни членов семьи важно подвести ребенка к пониманию, что его бабушка, дедушка победили, потому что любят свою отчизну и чтят память о героях, отдавших жизнь за счастливую жизнь людей. Имена героев увековечны названия городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Воспитывая любовь к семье, мы тем самым прививаем любовь к родине. Поэтому очень важно, чтобы дети увидели гражданское лицо своей семьи. Показать детям зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств. Следует отметить, что сегодня большую роль формирования системы ценностей у детей играет информация изне, то есть из интернета, но, к сожалению, не всегда наши дети черпают только положительно оттуда информацию. Поэтому, на мой взгляд, этот ресурс необходимо обратить в свою сторону. И в школах республики есть опыт реализации подобных проектов о создании виртуальных ресурсов. Такие проекты, как «Ожившая история», «Электронный музей» очень интересны детям и завязаны на возможности создать продукт на свой собственных знаний и добытых фактов. Память о великой победе, о великом подвиге нашего народа должна сохраниться у наших детей на генном уровне. Поэтому к 70-летию победы в Великой Отечественной войне в 2015 году мы предлагаем запустить проект «Школьная книга памяти». Проект может представлять собой виртуальную платформу на сайтах образовательных организаций, где каждый ребенок, каждая семья, каждый педагог сможет создать материал, связанный с героем Великой Отечественной войны. Не секрет, что каждая российская семья имеет такого героя у каждого в памяти дедушки, бабушки, которые прошли испытания этими великими событиями. И не обязательно в этой книге памяти говорить только об участниках Великой Отечественной войны, но не нужно забывать и о ветеранах труда, о тех, кто трудился и ковал победу в тылу. После реализации этого проекта, кроме бесценного материала, мы сможем получить, на мой взгляд, эффект общего дела, который позволит сплотить семью, узнать больше о своих родных, их истории, культуре, понять, что ветераны, герои войны рисковали своими жизнями для нашего мирного будущего. Важный момент для современного молодого человека также является физическая подготовка. В прошлом, позапрошлом месяце Чувашская Республика принимала всю спортивную элиту страны во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем для обсуждения вопросов развития спорта в стране. Мы создаем все условия для развития массового спорта. В Республике развита сеть физкультурно-спортивных комплексов, строятся стадионы, бассейны. И это очень важно, поскольку развивая соревновательный дух между детьми, родителями, образовательными организациями, мы создаем своеобразную модель народного включения в подобные гражданские инициативы. Эффективная реализация двух республиканских проектов «Школьный хор» и «Танцующая школа» показали, что подобные вещи могут сплотить всех участников от мала до велика. Мы помним идею правительства нашей страны с олимпийским огнем, которым прикоснулся практически каждый житель всех уголков нашей необъятной страны. И было бы замечательно реализовать подобную идею на уровне нашего округа с неким символом Великой Победы и планированием мероприятия для всех с общей идеей вокруг этого символа. Что такое патриотизм? Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека. Так говорил великий французский полководец. Наш Владимир Маяковский свойственной ему сентиментальностью писал «Я бы хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва». Родина, Отечество в корнях этих слов близки каждому образу. Мамы, отца, те, кто дает человеку жизнь. Суть патриотического воспитания, на мой взгляд, состоит в том, чтобы, используя ресурсы гражданских институтов, взрастить детской душей семена любви к родной природе, к родному дому, к семье, к школе, к родной республике, истории и культуры страны, созданной трудами родных и близких. В этом, на мой взгляд, главное понимание патриотизма. Спасибо за внимание. 5 декабря – день воинской славы в нашей стране. В 1941 году, во время битвы под Москвой, именно в этот день, началось контрнаступление советских войск. В результате было разгромлено 38 вражеских дивизий, уничтоженные взято в плен полтора миллиона человек. Советскими войсками за время контрнаступления было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. Эта победа советской армии была решающим военным событием начала Великой Отечественной войны, а также первым крупным поражением немецко-фашистских войск. Сегодня представители Общественного Совета ПФО по развитию институтов гражданского общества в Чебоксарах почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к монументу воинской славы. 70 лет под мирным небом Россия готовится отметить особую годовщину победы в Великой Отечественной и программа тоже готовится особенная. После возложения цветов к Вечному огню в Чебоксарах прошло совещание по подготовке к празднованию 70-летия Победы. План основных мероприятий в Приволжском федеральном округе уже утвержден. В регионах ПФО выявили почти 14,5 тысяч памятных мест. В нашей республике таковых 1026. Идет работа по их ремонту и паспортизации. Планируется активизировать работу школьных музеев и поисковых отрядов. Готовится грандиозная культурная программа. И все же главный акцент и последнее поколение, которое имеет с ними прямую связь, отметил Михаил Бабич. В Чувашии, например, осталось всего 31 тысячи человек, чья судьба непосредственно связана с Великой Отечественной. Это ветераны, труженики тыла, вдовы. За 4 года войны чувашский народ на борьбу с фашистскими захватчиками направил 208 тысяч лучших своих сыновей и дочерей. Пятую часть населения республики и каждый второй или 103 тысячи не вернулось с полей сражений. Важным направлением является исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года номер 714. Это об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За 10-14 годы у нас было поставлено на учет 6349 ветеранов. 621 ветеран по той или иной уважительной причине был снят с учета. Лучше на сегодня 5539 ветеранов. Чтобы выполнить указ президента и в 15-м году обеспечить жильем всех ветеранов составлена дополнительная заявка, которая уже направлена в Минстрой, отметил Иван Моторин. Кроме жилищных условий улучшать будут и медицинское обслуживание. О том, что еще предстоит сделать не только в Чувашии, но и в масштабах всего Приволжского округа и России, полпред Михаил Бабич рассказал журналистам. Прозвучало несколько интересных предложений, как мне показалось. Ну, допустим, прозвучало предложение провести конкурс на лучший музей, посвященный Великой Отечественной войне, региональный музей. Затем, соответственно, от одного из педагогов прозвучало предложение провести конкурс на лучший школьный музей. Про журналистов мы тоже уже сказали. Мы, в принципе, у нас заранее это было спланировано. Мы хотели провести конкурс журналистских работ по освещению и мероприятий по подготовке к празднованию и, собственно, каких-то, так сказать, мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной. Мы хотели сделать несколько номинаций для электронных СМИ, для печатных СМИ. То есть, вот, появилось несколько таких задач, которые были сформулированы общественными комиссиями. Мы посчитали нужным и возможным объединить их действительно в один проект «Победа», сделать вот несколько подпроектов на лучший школьный музей, на лучший региональный музей, на лучшие журналистские работы. Члены Совета общественного станут той самой конкурсной комиссией. Вот, и мы на грантовой основе эти конкурсы проведем с хорошими грантами, достойными, то, сказать, выделим действительно лучших, в том числе, чтобы эти гранты были направлены на расширение, на улучшение этой деятельности, той, которой они занимаются. Наши юноши и девушки участвуют в тех проектах, где, на самом деле, мы достойно можем себя представить. Но есть потенциал, есть резервы, есть вовлеченность самой молодежи, и им интересно и полезно. Вот это нам дает дополнительно нашу молодежь туда вовлекать, и вовлекая, зажигая, они будут достойно участвовать. Допустим, в прошлом году, мы же подводили итоги, наши, допустим, по туризму, заняли первое место. Это же здорово, здорово. Они готовы в любых экстремальных условиях побеждать все трудности. Они умеют управлять телом. То есть, это все здорово, и как раз это вопросы патриотизма, подготовки к служению Отечеству, к любви своей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова